И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый видеоролик, такой вот быстрый вброс наверное-таки какой-то полезной для вас информации сегодня у нас в игре. Появилось обновление, которое появится у нас уже в игре завтра, завтра кто не знает, друзья, у нас в игре будут повышенные золотые ящики, четверг, хэллоуинские акции и с этим связаны определенные изменения у нас в игре. Для кого не секрет то, что когда был первый день хэллоуинского веселья, когда все ребята ловили золотые ящики на супер-мега-крутейшей уникальной карте, которая грубо говоря называется Йоркшир 2.0, там было очень большое количество овердрайвов и зачастую 95% игроков играли на Мамонте. Было по этому поводу довольно большое количество негативных комментариев, да и вообще хейта в сторону организаторов, в сторону разработчиков игры, то что это все бред и уже сегодня есть у нас анонс того, что завтра будет понерфлен овердрайв Мамонта и завтра, когда у нас будет эта вся акция, Мамонт уже нагибать не будет. Также с этим Мамонтом у нас произошли в игре еще дополнительные изменения, о которых я просто не мог не говорить, не мог не рассказать это, потому что у меня по этому поводу прям реально жестко сгорело. Что же ждет вас завтра? Давайте начнем с того, что же у нас поменяется в игре. Завтра у нас обретут новые глобальные изменения, несколько устройств на пушке. Да, страйкер понерфит, здесь как бы я даже ничего не буду говорить. Да, мне печально, мне нравится эта пушка и сегодня, грубо говоря, я играю последний раз на уране со сводкой в 4 страйкера. Завтра же сводка будет уже в 2 выстрела, но даже если подумать так более глобально, ничего с этой пушкой особо не изменится. Я имею ввиду даже с этим устройством на эту пушку, потому что без устройства это совсем другая пушка с устройством уран. Это более нагибаторская, более скиллозависимая пушка и более интересная для меня лично. И для всех любителей урана со страйкером я лишь могу сказать одну вещь, что, ну, грубо говоря, вы ничего не потеряете, за исключением того, что сейчас намного проще, например, на таком сочетании, как я сейчас играю, на хантера страйкере сливать самого джиггернаута. То есть после сегодняшнего, ну, то есть уже завтрашнего обновления будет в этом плане немножечко тяжелее, но если сильно постараться, можно так же само выдать 2 выстрела со сводкой. Это будет 10 тысяч урона и сразу же сходу дополнительный урон одиночным выстрелом и получается 15, ну, грубо 16 тысяч урона и вы будете так же само сливать джиггернаута, поэтому в этом, я думаю, что особых проблем не будет. И для всех тех любителей страйкера, которые сейчас продолжают играть и думают, блин, сука, нерфят мою любимую пушку, я вам могу сказать, что, ну, сильно не расстраивайтесь, ничего там особо сильно не изменится, потому что, по сути, весь тот самый урон, который наносит данная пушка, он сохранен, он наставлен и... Явно понижать урон на этой пушке не стоит, потому что она не является простой, это не вулкан какой-то, это там даже не какой-то там продув, с которым вы можете просто поехать, зажать, здесь надо уметь играть и на большом расстоянии вам нужно уметь попадать по противнику, это не совсем простое дело и хорошо, что все у нас так остается. Что касаемо вулкана, я здесь ничего не буду говорить, там какие-то устройства у нас апаются, я не зациклен вообще на таких пушках, мне это не интересно, да, если там она становится прям жутко люто имбовой, я тогда по этому поводу могу высказаться. Но так как данная пушка, ну, откровенно говоря, там чуть-чуть какие-то устройства станут более нагибаторскими, я как бы не хочу даже акцентировать на этом внимание. Ну а самое главное, на чем я бы хотел сегодня сделать акцент, на каком устройстве, это на устройстве шоковая заморозка. Завтра, вы думаете, шоковую заморозку понерфят, а ее просто берут и апают, апают устройство, которое морозит танки, грубо говоря, за секунду. И разработчики, нет чтобы либо оставить, либо занерфить это устройство, они его повышают. Ну, откровенно говорят, говорят, ну, что-то фриз не нагибает, наверное, надо, чтобы у нас в игре мамонтов уже не будет, зато будут фризы, зато будет заморозка онлайн, это же нормально, когда будет в одной битве завтра на карте 15 фризов, например. Всего лишь 15 фризов, которые будут вас за одну секунду стопить и не давать просто никакого шанса ни на какой, ни отъезд, ничего другого, при том, что еще и этому устройству урон тоже повышают. То есть, если сейчас от простого фриза сравнивать его с шоковой заморозкой, то у шоковой заморозки в 50% меньше урон и морозит он всего лишь в 2 раза сильнее, чем обычный фриз. То завтра урон будет уже от конечного не 50%, да, как сейчас, а 70%, то есть уже, грубо говоря, там не в 2 раза меньше, а в 1,5, даже чуть больше получается, да. И при всем этом раскладе в 3 раза сильнее будет морозить фриз. Грубо говоря, математическим вычислением я могу вам сказать, что за 1 секунду и 2 десятых ваш танк будет уже почти полностью заморожен. То есть, грубо говоря, вам надо просто пшикнуть по танку, он уже наполовину подмораживается, еще чуть-чуть добавляете, и танк просто стоит. Это все исключительно из расчетов того, что будет внесено в коррективы именно данного обновления. Как оно будет работать, может оно будет еще быстрее морозить, чем я думаю, но это просто дебилизм какой-то. Меня ужасно, жестко бомбит из-за такой хрени, и я вообще не могу понять, чем думают эти люди. Они вообще понимают, что это такое? Или вы просто даете поворот башне, да, и думаете, что танк будет стоять просто, грубо говоря, там АФК не двигаться, и это будет нормально? Почему? Я так не считаю. Я считаю, что это тотальный просто провал, просто провалище, я не знаю зачем делать из устройства, которое уже, ну реально, вносит довольно большое количество негатива в игру, из-за того, что ты не можешь комфортно играть, ты можешь просто вот встать на этой шоковой заморозке в деф и просто стоять, грубо говоря. И ни один противник, пока тебя не сольет, не сможет увести флаг. Это что касаемо захвата флаг. И они берут и апают это устройство. Да, я понимаю, из-за чего это происходит. Конечно, они видят статистику игр на определенных пушках, и сейчас игра на фризе, ну не в таком большом количестве. Хотя, вы видите большое количество васпиков, васпофризов, которые нагибают в джиггернауте, нагибают на флажках, нагибают во всех режимах, вообще абсолютно. За счет того, что ты можешь просто заморозить танк, поставить бомбу, и он сольется. Но я вам скажу одну такую простую вещь. Если сейчас это сделать, ну так, более-менее, то есть чуть-чуть медленнее замораживается танк, то завтра он будет морозиться так, что вы можете заморозить, поставить бомбу. Еще и если там вдруг у него урон останется, вы сможете его добить, потому что урон у пушки еще будет больше. И я просто не понимаю. Я не могу вдуматься, зачем делать такую хрень. Что касаемо советов, по завтрашнему дню, да, мамонт не нагибает все те любители, которые раньше, вернее, не раньше, а в предыдущий раз ловили голды на данном супер-мега-крутом корпусе. Сейчас уже не смогут на нем так комфортно половить. Я бы вам посоветовал бы попробовать супер-мега-крутую пушку фриз, конечно же. Конечно же, берите фризик с шоковой заморозкой. Морозьте всех, уничтожайте просто эти танки. Ну и что касаемо корпуса, я даже не знаю, наверное, стоит использовать того же Хантера, да, его, я забыл про него сказать, его тоже немножко нерфанули. Не будет так далеко работать отключение нарки у любого танка. Там на 5 метров, если не ошибаюсь, снизили это расстояние, плюс овердрайв будет подольше копиться. Но, в принципе, если то самое большое количество овердрайвов, которое было у нас в предыдущий раз на данной карте, то есть там было более где-то 20 овердрайвов на самой карте, то я думаю, что, в принципе, это не проблема. Вы все равно не должны копить свой овердрайв. Вы просто спокойнейшим образом берете, собираете коробку, выключаете противника и даже с фризом просто берете и всех нагибаете. Ловите золотые ящики, кайфуете, нагибаете и говорите, какие хорошие у нас разработчики, которые делают супер-мега-крутую пушку, которая и так бесила, а сейчас будет бесить еще в 2 раза больше. Всего лишь-то. Смотрим на лучшую подготовку к зиме, наверное. Наверное, разработчики хотят у нас увидеть настоящую такую обстановочку зимнюю в виде просто фризов на карте. Просто кругом одни фрезы, которые морозят, которые бесят, которые нагибают и ничего более никому будет не нужно. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы игроки не понимали, насколько это лютая имба, потому что... Ну, это жесть. Ну, это жесть. Ну, такое делать, это максимально необдуманно и максимально глупо. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Завтра я постараюсь записать какой-то определенный обзор, когда все это дело увижу. Если у меня так же жестко будет бомбить по этому поводу, то вы все это дело увидите. Прокомментируйте и вообще напишите свое мнение по данному поводу. Что вы думаете на свой счет? Как вам такое обновление? Что думаете по нерфам? Что думаете по апам? Ну и поддержите данный видеоролик. Поставьте лайк, если досмотрели до конца. Ну и если вдруг не подписаны, то тоже подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Пока что, сами видите, что нету такого большого количества каких-то определенных тем, по которым я бы мог бы записывать видеоролики. Но, определенно, сегодня такого плана видеоролик должен быть записан от меня. Поэтому всем спасибо, что его досмотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok